На Калининском карьере уже появляются вот такие размывы. Хотя толщина льда еще достаточная, больше метра, есть и свои коварные места, которые представляют опасность всю зиму. Например, там, где в карьер впадает речка Тошиба. Толщина льда всего 15 сантиметров. Медленно, но верно, лед начинает терять зимнюю закалку. Он потемнел, вода ушла вниз, структура пористая и непрочная. Но рыбаки люди особенные, не то что ходят. Ездят на машинах до последнего. А вы посмотрите, какой лед. На тракторе можно ездить. Не боюсь пока еще. Я знаю хорошо, 40 лет уже рыбачил. Но через недельку уже не буду заезжать. Каждый считает себя человеком разумным, хотя некоторые уже имеют печальный опыт. Пошел по льду, было запорошено снегом. Пошел и провелся вот так по грудь. Ну и все, и это самое, руки, ноги вывалил и давай катиться. Выкатился и пошел дальше. Я уже в конце марта не хожу. Инспекторы ГИМС знают о калининском карьере чуть ли не каждую лунку. Постоянно обходят рыбаков и вручают им памятки. То, кто в теремочке живет, то, кто в невысоком живет. Здравствуйте. Как живы, здоровы? Как лед толщина? Не везет ли? Да нет пока. Ну, все равно опасно уже выезжать-то на лед. Вы же видите, что лед потемнел. Сейчас ловля безопасна для пеших рыбаков. А вот выезд на лед на машине всегда смертельная угроза. Но находятся и такие, кто готов пожертвовать автомобилем ради вот такой рыбешки. Вот она, рыба. Рыбу покажи. Вот она, крупняк пошел. Нет, это не крупняк. Да, я шучу. Этого поцеловал и в лунку. Смертельные ловушки на водоемах, подводные течения и скрытые промоины. А еще наледи. Они приводят к образованию пустот подо льдом. ГИМС еженедельно мониторит всю Хакасию. Опасная зона – Красноярское водохранилище. Если со стороны Совхакасии еще более-менее безопасно, то со стороны Мохова, то есть со стороны Уся Бакана, ни в коем случае нельзя выезжать на лед. Потому как ледоход на Енисею у нас прошел, всю шугу промыло. И поэтому началось интенсивное подмывание льда в районе Уся Бакана и деревни Мохова. Выезд на машинах запрещают, но по закону наказать за это не могут. А вот природа ошибок не прощает. На дне Красноярского моря уже целая автостоянка. Поднимать автомобиль со дна спецслужбы не обязаны. Владелец делает это за свой счет. И очень приличный.